Вот у нас косилка Samurai 2 Цилиндр сняли, гидравлики нет сзади Тут поставили стяжку В общем, смотрится она вот так Повторю, у нее прокос метр сорок Она косит Данная косилка, она тяжелая на самом деле Цепь там 31-я, 28-я, не помню Короче, она косит в ротации Нельзя, чтобы она вязала траву То есть вот на первом, сейчас покажу Выбираем оптимальный режим Сколько, как ей крутится Чтобы она рубила все Кусты, ветки и так далее То есть натяг ее пускать нельзя Потому что очень нагружаются звезды, цепи и так далее Роторы, сами ножи То есть она работает в ротации Вот это именно С предыдущей косилкой Там у нее ротор большой Замах большой В общем, числа оборотов ротора Можно минимальное, его хватает Здесь роторы меньше Соответственно, надо крутить их больше Это очень важно Запускаем на второй Такой бой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третья скорость вон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Косилка страшная, гудит она страшно, но не надо этого бояться. То есть, там цепь все-таки, цепь лежит правильно, цепь крутится по картеру. Она работает, конечно, неправильно, она должна висеть по-другому, как на цепи мотоцикла и так далее. Здесь тоже она работает отлично. В ВИРЭКСах есть цепи, стоят есть ВИРЭКСы с цепью, у них идет провис, то есть цепь в висячем положении. Здесь она просто лежит на картере. Долго мы не будем испытывать, потому что она не смазана. В этом месте нужно ее включить на первый вон, сделать воронку, там есть отверстие, где редуктор крутится, и потихоньку туда наливать масло. То есть ее надо. Она у нас не смазана, поэтому я долго не буду ее гонять. В общем, костит она отлично. Можно этой тягой еще подрегулировать немного, она идет вверх, можно отрегулировать так, чтобы она косила под самую землю. То есть она будет наклоняться вот этим винтом либо туда, либо сюда. То есть также скорость, вот третья скорость ОМ показала, что сильно она вентилирует, то есть очень большой поток воздуха, потому что наживы у нас пропеллером, и их поднимает. То есть правильно косилка должна работать. Вот этот ротор идет сюда, сюда, тот идет туда. Все, волок она не делает. По траве, конечно, лучше ее по большой гонять, видите, она косит. Волка как такового сильно не получается, потому что роторы низкие все-таки. Роторы заводские, здесь ступицы заводские, все заводское. Высота среза обыкновенной косилки КРН. То есть, ну, косить надо тоже. Здесь вот бугры, ямы, видно, что земля летит. Но дурнину косить можно и так далее. То есть не бойтесь ей давать обороты. Чем больше оборотов, тем легче ей и легче трактору. Она не будет вязаться, ей не будет трудно. Но, конечно, желательно косить по ровной. Сейчас я еще проеду. Вот у нас, видите, шиповник стоит. Вот попробуем его сейчас косить. Там еще какой-то кустик. Просто проеду немного. Посмотрим, как она справится с ним. Причем я включу вторую скорость. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас попробуем ее опустить, нос чуть пониже. То есть я вот так, наверное, задираю заднюю часть. Немного опускается перед посылкой. Чтобы брать ниже, потому что трава здесь спинка. Смотрим, как ее просит. На второй скорости, вон. Субтитры сделал DimaTorzok Видно, что херачит землю. То есть вот идет, видно, что бьет землю. То есть сильно большой угол. Надо дать. Но у нас еще тут проблема одна. Данная навеска не опускается ниже. То есть мы ее и так максимально. Надо вот сюда, ну, вообще, перецепить ее. Но трактор не наш, мы его проделем. Не будем, оставим все, как есть. Просто что показали. На самом деле, тяги сюда надо. И она ложится на землю. Видите, вот она в опушенном состоянии. Но она у нас висит. Поэтому, как бы, тот край зарезался. А так, в принципе, она будет работать. Косит она хорошо, на самом деле. Но трава, видите, из-за того, что она висит, срез высокий. Срез у нее до 8 сантиметров. Но это срез, наверное, водор накосил КРМ. Потому что все детали использованы от нее. Вот именно ступицы и водор. Поэтому, если она будет лежать, конечно, такой высоты не получится. Она уже ляжет, можете отрезвилировать и так далее. Но, вообще, эти коситки все зарекомендовали очень хорошо при правильной эксплуатации. Самура А1 и ограниченной серии, в общем, их мы не выпускаем. Это Самура А2. Но она тоже заключительная. Она у нас на продаже. Больше мы их делать тоже не будем. Поэтому, кому надо, приобретайте. Пишите на WhatsApp. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok